Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало учащихся младших средних классов отпустить на каникулы уже 15 мая. А дальше каждый регион сам вправе определять даты окончания учебного года. В Саратовской области эта неделя стала завершающей для школьников с 1 по 4 классы. Последний дистанционный урок для учеников средних классов пройдет 22 мая. Естественно возникает вопрос о выставлении оценок по результатам обучения. Есть совершенно четкие рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации, в которых указано, что оценки, которые ребята получали в режиме дистанционного обучения, учитываются при выставлении итоговых оценок. Но если вдруг они оказались ниже тех, которые были получены за первые три четверти этого учебного года, то рекомендовано использовать более высокую оценку. Поэтому здесь все в пользу ребенку будет трактоваться. Однако многих родителей сейчас беспокоит не столько вопрос с оценками, сколько проблема с занятостью детей. Они в связи с распространением коронавируса неопределенный срок должны оставаться дома. Вот только как быть тем взрослым, кто вынужден ежедневно ходить на работу? У меня девочка учится в четвертом классе. Работаю я, работает муж. Страшнее, когда дети сидят дома одни, а родители находятся с 8 утра до 9 часов вечера на работе, я считаю, что можно все-таки организовать занятость детей, потому что не все родители имеют дачи, бабушек и все остальное. Потому что дети просто останутся дома самоизолированные. Это тоже очень опасно. Почему я так считаю? Потому что были такие у нас случаи, когда у нас просто загорелся там 9 этаж, но ребенок находился один дома. То есть это очень опасно. Конечно же, все-таки перекладывается это на родителей, на людей. То есть это мы сами. То есть никакой поддержки. Ирина Тюрина работающая мама. Она искренне не понимает, зачем нужно было завершать учебный год раньше времени. Дистанционное обучение все равно детей хоть как-то занимало. А теперь они будут предоставлены сами себе. Для нас каким-то хотя бы спасением было бы проведение что-то типа хотя бы урока физкультуры на стадионе. Стадион у каждой школы есть свой. В принципе, они большие. Там можно соблюдать какое-то дистанцирование между детьми. Не все все равно дети придут. У кого-то есть возможность организовать за городом дачи, дедушки, бабушки. А у кого родители работают, детям, конечно, будет тяжеловато. Несмотря на то, что для ребят начальной школы учебный год завершен, по словам Ларисы Ревудской, продолжаются занятия также в режиме онлайн по внеурочной занятости. Родители детей постарше обеспокоены тем, что теперь их чадо вместе с друзьями будут разгуливать по городу и посещать общественные места, которые сейчас под запретом. Я считаю, что с основными проблемами столкнулись родители детей периода именно 5-9 класс. То есть это тот возраст, когда они уже не маленькие, но еще не взрослые, осознанные люди. Но, опять же, по нашему законодательству до 14 лет они одни на улице находиться не могут вот сейчас, пока пандемия. И дома, в принципе, они тоже должны быть под присмотром. Если что-то случится, не дай бог, с ребенком дома, виноваты будут родители, поскольку оставили его одного до 14 лет. И получается, что мы должны быть на работе, ребенок один дома, выйти он никуда не может, даже хотя бы там дойти до бабушки или сходить за хлебом. Ну, не знаю, посмотрим, что будет, будем как-то стараться выкручиваться. Конечно же, режим самоизоляции сейчас никто пока еще не отменял. Когда наступит 1 июня, у родителей привычно встанет вопрос об организации летнего отдыха. Потому что на территории города Саратова все-таки этот вопрос проработан. У нас есть 10 загородных лагерей, которые работают каждый год. У нас ежегодно открывается, практически во всех школах города Саратова открываются пришкольные оздоровительные лагеря, так называемые детские площадки, на которых, как правило, как раз отдыхают дети начальной школы. Естественно, в силу того, что сейчас пока мы находимся в режиме самоизоляции, говорить о том, что 1 июня мы откроем детские площадки, пока преждевременно. Но я хочу сказать, что вся работа подготовительная, она ведется в плановом порядке. Как сообщает Министерство социального развития Саратовской области, в этом году на летнюю оздоровительную кампанию в бюджете было выделено 848 миллионов рублей. В детском лагере Дубки подготовка идет полным ходом. В Дубках проводится уборка территории, необходимый ремонт и профилактические мероприятия против грызунов. На сегодняшний день лагерь готов на 80%, уверяет нас Наталья Сарамятникова, директор детской здравницы. Когда у вас вообще начинаются первые смены по плану? Вы знаете, сейчас трудно в связи с этой обстановкой, но потому как Москва решает примерно где-то к 1 июлю, мы должны открыться. Но Владимир Владимирович сказал, что все решают регионы, поэтому я думаю, может быть через недельку наши регионы уже определятся и назовут конкретную дату открытия первой смены. Мы готовы. Если скажут, что открываем с 3 июня, мы примем детей 3 июня, лагерь готов. Ну, акцион уже все прошли, путевки все уже распределены, поэтому у нас, в общем-то, на 4 смены лагерь, пол, аншлаг. Сейчас речь идет о том, что, возможно, придется сократить количество дней в смене, чтобы у каждого ребенка, кто приобрел путевки, была все же возможность отдохнуть на свежем воздухе, которого так не хватает в нынешнем режиме самоизоляции. Субтитры создавал DimaTorzok